Проблемы села необходимо решать вместе. Представители региональной администрации, руководители профильных ведомств посетили Юшарский сельсовет. Там они оценили инфраструктурную мобильность муниципалитета и его жилищно-коммунальную составляющую. За дел позитивным изменением был дан еще весной в ходе визита в Каратайку временно исполняющей обязанности губернатора. О том, как меняется ситуация на селе, расскажет Тимофей Жуков. Среди проблемных направлений, которые озвучили жители сельсовета в ходе предыдущего визита Александра Цибойского, плохое качество интернета и сбои в мобильной связи. И здесь Каратайка не одинока. Схожая ситуация и в других населенных пунктах восточного сектора Ненецкого округа. Компании Ненецкая электросвязи поставлена задача закрыть нормальной связью весь Ненецкий округ. На самом деле, восток, учитывая, что он наиболее отдаленный от именно вашей деревни, Уськара, Андерма, к сожалению, этот вопрос затягивается, но мы закрыли Харутухаревер. Буквально в прошлом году, да, Запад закрыли практически полностью. Сейчас будем заниматься вот именно этими поселками. Это я вам обещаю. Почему? Потому что сам занимался с Песковым, да, идем по пути ради релейной связи. Отсутствие централизованной системы водоснабжения – основная проблема Каратайки. Забор воды для хозяйственно-питьевых нужд самостоятельно осуществляется сегодня населением из открытых источников – Тундрового озера и реки Ингарей, вдоль берега которой растянулся населенный пункт. Решение проблемы жители ждали больше семи лет. И, наконец, позитивный финал – блочно-модульную установку по очистке воды в Каратайке планируется смонтировать уже в октябре. Водоподготовительная установка собрана, находится в Архангельске и готовится к погрузке на Каратайку. То есть по этой навигации мы привозим, планируем в октябре запустить ее в лотацию. Земельный участок под долгожданную установку в поселке уже отсыпан и подготовлен. Кроме долгожданной чистой воды, в Каратайке ждут новое здание пришкольного интерната, а также дорогу к причалу и модульную котельную. Какие из объектов в приоритете решать самим жителям сельсовета? Житейские проблемы, они решаются на местах. Но построить дорогу за 100 миллионов сейчас, да, либо школьный интернат – это, вы сами скажете, что приоритет – это интернат, котельная и так далее. У Каратайки очень глубокие спортивные традиции. Но вот точки сбора для занятий спортом в селе фактически никогда не было. А потому на сходе было решено построить основательную летнюю спортплощадку. Главное, помог бы округ. Жалко детей, они тут падают, убиваются. То есть вы здесь хотите, чтобы и хоккейная была площадка, и футбольная, и волейтбольная? Хоккейная – тут зимой очень много снега. Хотя бы, да, в летний период вот такой осенний. Волейтбольная и футбольная? Да, чтобы можно и уроки физкультуры здесь проводить на свежем воздухе, а не в зале. Потому что, ну, детям тоже надо играть. Решить вопрос сельсовету предложено в рамках окружной программы по инициативному бюджетированию. В поселке Каратайки остро необходима спортивная площадка для активного отдыха населения. Так как в нашем поселке нет физкультурно-оздоровительного комплекса, который бы проводил все эти мероприятия. И дети, особенно дети, очень любят заниматься спортом, футболом, мини-футболом, баскетболом и волейболом. Поэтому стоит такая необходимость для постройки такой площадки. В завершение рабочей поездки в Юршарский сельсовет Михаил Васильев по поручению в Рею губернатора вручил знак почетный врач Ненецкого округа Галине Степановне Ротчевой, врачу общей практики, амбулатории поселка Каратайка. Любимой профессией и заботе о здоровье своих земляков чуткий профессиональный и скромный семейный врач Галина Степановна отдала свыше 30 лет. Я считаю, что я работаю, как работают все остальные в округе врачи. Выполняю свои функциональные обязанности. Ничего более. Так что спасибо вам большое за оценку такую высокую. Каратайка щедра своими трудолюбимыми людьми, традициями и богатой историей. Поэтому жители уверены, несмотря ни на что, поселок сохранит свой позитивный вектор развития. Тимофей Жуков, Игорь Тарасевич, телеканал «Север», поселок Каратайка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова